Дорогие мои, всем огромный привет! С вами снова Таня. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. В этом ролике продолжим тему обновок одежды на осень. И я хочу показать свои обновки с сайта Gipur. И видео, как обычно, будет в формате ожидания и реальность. Я буду вставлять картинку, как это выглядело на сайте, и буду показывать на себе с примеркой, как все это смотрится вживую. Вещи такие базовые, осенние, на каждый день, такие абсолютно простые. Надеюсь, что видео будет для вас интересным. И начнем, наверное, давайте с того, что сейчас лежит у меня на коленях. Это очень мягенький, приятный, тепленький такой кардиган красивого розово-серого оттенка. Мне вообще безумно нравится такое сочетание цветов розовый с серым. Оно абсолютно такое классическое, красивое. И, не знаю, в общем, я кайфую, когда сочетаются розовый и серый цвет. Это всегда смотрится очень здорово. Кардиган без каких-либо пуговиц. То есть, он просто такой на запах. Он никак не застегивается, не завязывается. Просто как такая накидка. Приятненький к телу. Абсолютно не колючий. Тепленький. Здесь очень, кстати, длинные рукава. И это очень так симпатично смотрится. Рукава прям практически закрывают пальчики. Длинненькие. В составе кардигана содержится 20% шерсти. Все остальное синтетика. Но это, кстати, для меня даже хорошо. Потому что я очень чешусь, когда в составе вещи есть очень большой процент содержания шерсти. Там, например, 50% и выше. Для меня это просто смерть. Потому что я буду чесаться весь день. И расчешу себе все до крови. Поэтому такой состав меня более чем устраивает. Такой симпатичный, уютный, базовый осенний-зимний кардиганчик. Зимой, кстати, тоже будет очень здорово носиться и смотреться. Так, что у меня висело под кардиганом? Под кардиганом у меня висят брючки темно-синего цвета. И эти брючки из достаточно такого тоненького материала. Но я думаю, что я их с удовольствием поношу в начале осени. Пока еще не будет очень холодно. И вы знаете, эти брюки мне безумно понравились. Потому что они очень круто на меня сели. Для меня вообще такая большая проблема найти себе брюки. Вечно в магазинах мне не нравится. Я меряю, мне не подходит, не садится, не смотрится. И у меня какая-то прям огромная проблема именно брюки купить всегда. Хотя у меня, в принципе, достаточно стандартная фигура. Но почему-то вот с брюками проблема. И я не возлагала особых надежд на эти брюки. Думаю, ну, не подойдут. Ладно, там, передарю кому-нибудь их. Но они очень круто на меня сели. Реально здорово смотрятся. Прям подошли мне тютелька в тютельку. Кстати, свои параметры и размеры. И ссылки на все вещи я обязательно оставлю вниз. Брючки. Брючки эти зауженные. Они на такой средней посадке. Не слишком низкие, но и невысокие. И мне вот как раз-таки нравится такая посадка больше всего. Потому что именно на такой посадке попа смотрится в штанах, в брюках, в джинсах лучше всего. Все-таки в джинсах и в брюках на завышенной талии попа смотрится как-то не очень. Ну, не знаю, по крайней мере, мне так кажется. И муж мой тоже как-то так считает. Ну, может быть, это именно моя попа не очень смотрится в брюках с высокой посадкой. Не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, любите ли вы брюки и джинсы именно на очень высокой посадке, которая вот выше пупка. И как на ваш взгляд, красиво смотрится попа в таких штанах или не очень. Еще одна абсолютно такая базовая вещь. Это простая белая рубашка. Здесь в составе, по-моему, 40% хлопка, да, 40% хлопка, 40% вискоза, 20% полиэстера. Такая ткань на ощупь похожа на шифон или на какой-то искусственный шелк, на что-то такое. То есть это не чисто хлопковая рубашка, но в этом есть как плюс, так и минус. Плюс в том, что ее не придется постоянно гладить, и вы не будете в ней все время выглядеть какой-то супер понятой. Минус в том, что это не 100% натуральный материал. В общем, такая стандартная классическая белая рубашка. Вещь абсолютно нужная в любом гардеробе. Можно носить и с джинсами, и с деловыми образами, и под разные сарафаны. В общем, абсолютно универсальная вещь, которая действительно нужна, мне кажется, в каждом гардеробе. Следующая вещь, это тепленький, приятный к телу свитшот с таким трендовым леопардовым принтом поверху. Леопард здесь черно-серый, сам джемпер серого цвета. Абсолютно такая базовая, простая вещь. По джинсы носить, по магазинам пройтись. В общем, приятный к телу, мягенький, такой тепленький свитшотик. С удовольствием буду его носить. Люблю такие базовые, простые вещи. У меня постоянно прыгает освещение из-за того, что солнце за окном-то появляется, то исчезает. Надеюсь, вас это не будет сильно раздражать. Извиняюсь за это. И переходим к следующей вещи. Следующая вещь, это опять же свитшот, но уже такой более интересной модели. Здесь по передней части свитшота пришит такой валан, и на рукавах есть рюши. Очень приятный материал у свитшота. Здесь в составе 70% вискоза, 30% хлопка. Это тоже такая абсолютно базовая вещь, подходящая и под джинсы, и под брючки, и под юбки, в принципе, можно носить. Интересный такой симпатичный свитшот. Ну и последняя вещь на сегодня, это такая интересная пыльно-розовая косуха. Она выполнена из искусственной кожи, и она мне просто идеально подошла по размеру. Я переживала, что будет мне тесной в груди. У меня часто так бывает с куртками, да, в принципе, не только с куртками. Вещи у меня часто очень тесные в груди. Это размер L. Я у Гипюр всегда беру размер L теперь. Мой первый заказ был в размере M, и некоторые вещи были мне прям слишком в обтяжку. Мне такое не нравится, поэтому я предпочитаю заказывать у Гипюр на размер больше. Хотя в обычных магазинах я покупаю M. У куртки есть такой небольшой нюанс в виде белых молний. Может быть, это не каждому понравится, но меня, в принципе, эти белые молнии не смущают. Они хорошо гармонируют, если одеть с белыми кроссовками, с такими вот белыми часиками. Будет смотреться очень даже симпатично. Кожзам здесь приятный на ощупь, мягкий, не вонючий. За километр от куртки не пахнет. Конечно, если прям вот прислониться к ней носом, запах искусственной кожи все равно ощущается. Но издалека однозначно не пахнет. Внутри здесь такой нежно-розовый подклад. В общем, шито все, в принципе, хорошо и качественно. В качестве варианта такой бюджетной косухи, какого-нибудь интересного оттенка. Почему бы и нет? Мне кажется, симпатичная. Единственное, что она пришла мне достаточно мятая. Видимо, при транспортировке Почты России, как обычно, швыряла, кидала посылки. И курточка все-таки помялась. И в некоторых местах есть заломы. И я, честно говоря, не знаю, как ее разгладить. Если знаете, как разгладить вещи с кожзама, обязательно напишите мне в комментариях. Вы мне очень поможете, очень меня выручите. Потому что пока я просто повесила ее на вешалку, чтобы она отвисла немножко. Но что-то не очень помогает. Все равно такие небольшие какие-то заломы на куртке есть. Ну что, мои дорогие, на сегодня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм. И обязательно пишите в комментариях, что из вещей вам понравилось, что не понравилось. Что мне идет, что мне не идет. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что смотрели это видео. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. И всегда удачных покупок в интернет-магазинах. И, кстати, не забывайте, что у меня есть специально для вас скидочный промокод от Гипюр. Который дает скидку 10% на ваши заказы. И ссылки на все вещи я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. С вами была Таня. Целую вас. Пока-пока. До скорых встреч в новых роликах.